Библейский портал экзегет.ру представляет Живется послом Бога при Вавилонском дворе. Буквально так. Вавилонский царь Навуходоносор его принимает как того, кто возвещает волю Бога. Он воздает хвалу этому самому Богу. И как же живется послу? Чем его кормит поэт? А вот ничего не сообщает об этом книга Даниила. А какие неприятности на него валятся, очень даже сообщает. И вообще книга Даниила — это история, вот как жить с великой империей, с великим государством, у которого славные предки, блистательное настоящее. Ожидается очень хорошее будущее. Не всегда выходит, но ожидается. Вот что с этим делать? Как вообще выжить? Как остаться с собой? Третья глава. Царь Навуходоносор повелел сделать золотого идола высотой в 60 локтей, шириной в 6 локтей. То есть 30 метров и 3 метра. Чуть меньше, да, локоть — это 45 сантиметров примерно. Ну вот локоть наш. И поставить его в долине Дура в области Вавилонской. Крупный такой национальный проект. Да, в Вавилонии они идолопоклонники, язычники. И, конечно, у них идол номер один во всем мире. Самый большой, самый дорогой, самый славный. Разослал царь Навуходоносор гонцов, чтобы созвали они сатрапов. А сатрап — это не обзывательство, это название начальника области в империи. Ну, так управляли, что это стало названием самодура и такого очень жестокого правителя. Сатрапов, градоначальников, наместников, советников, казначеев, судей, чиновников, правителей всех областей, короче, всю национальную элиту, пусть прибудут на освящение идола, которого поставил царь Навуходоносор. Это же не только его религиозная некая практика, помолиться идолу он может и дома, а ему важно, вот, государство нуждается в идеологии, ему важно, чтобы это было центром сборки его великой империи. И вот собрались сатрапы, градоначальники, наместники, советники, казначеи, судьи, чиновники, правители всех областей на освящение идола, поставленного царем Навуходоносором, и выстроились они перед идолом, которого поставил Навуходоносор. Не случайно, вот, как официальная хроника, здесь все это так долго и подробно перечисляется. Тогда глашат и возвестило всеуслышание. «Мужи из всех народов, племен и языков, выслушайте царское повеление. Как только услышите звуки рога, свирели, цитры, лиры, псалцири, балрабаны и других музыкальных инструментов, падите низ и поклонитесь золотому идолу, воздвигнутому царем Навуходоносором. А кто не падет, ниц и не поклонится, того точно же бросит в плавающую печь». Ну, понятно, да, то есть, единство государства достигается через единство идеологии при некоторой доле насилия к людям, которые не готовы ее разделять. Очень демонстративно. Смотрите, здесь не говорится, вот истинный Бог, веруйте в него. Это библейские пророки, и Даниил, в частности, будут говорить бесконечно. А здесь давайте исполняйте ритуалы, демонстрируйте свою лояльность государству. И все. Вот империя и так устроена. Поэтому, едва заслышав звуки рога, свирели цитры, лиры, псалтыры и других музыкальных инструментов, пали на землю этим уже из всех народов племен и языков и поклонились золотому идолу, поставленному царем Навуходоносором. По сигналу, по команде. И тут же некоторые из халдеев вышли вперед и гневно стали обличать евреев. Евреи не могут поклоняться идолам. Они обратились к царем Навуходоносору и сказали, «Здравствуй, тебе, царь, вовек. Ты, царь, издал указ, чтобы каждый, кто услышит звуки рога, свирели цитры, лиры, псалтиры, барабаны и других музыкальных инструментов, пал низ перед золотым идолом и поклонился ему». Такая торжественная речь, каждый раз надо перечислять все эти вещи. «А кто не сделает этого, тот будет бросен в пылающую печь. Но евреи, которых ты поставил управлять областью Вавилонской, Шадрах, Мишах и Абеднаго, не счтут тебя у царь. Твоим богам они не служат, и золотому идолу, которого ты воздвиг, не поклоняются». Кто такие Шадрах, Мишах и Абеднаго? А это вот наши три друга Даниила, Азария, Анания и Мессаил, которые уже упомянут в первой главе. И во второй главе они стали управителями Вавилонской центральной области, соответственно, администраторы. Из чего вытекает, что другие евреи поклонялись, будь здоров. То есть они шли на компромисс. Но не трое же их только там было, там уже Вавилонский плен во все начинается. Вот, а эти конкретно трое нет. А может быть, кто там в своей убогой лачуге поклонился, не поклонился, до этого дела нет. А если ты на виду у царя, если ты большой начальник, то, конечно, к тебе предъявляются совсем другие требования и претензии. В порыве негодования Навуходоносор велел привезти Шадраха, Мешаха и Аведнегой. И когда их привели к нему, спросил «Шадрах, Мешаха и Аведнегой, это правда, что вы не почитаете моих богов и золотому идолу, мною воздвигнутому не поклоняетесь? Если сейчас вы готовы, услышав звуки рога, свирелицитры, лиры, псалтири, барабаны и других музыкальных инструментов, поясниться, поклониться идолу, которого я воздвиг, сделайте это. А если не поклонитесь ему, вы тотчас будете брошены в пылающую печь. И какой бог может спасти нас, раз вы в моих руках?» Ну, вот вам первый в истории выбор мученика. Да, что он делает? Он либо поклоняется языческому божеству, пусть формально, пусть только для вида, либо идет на смерть мучительную. Причем, как и здесь, так и много раз в будущем, это будет не вопросом о личной религиозной вере, это будет вопросом о политической лояльности. Готовы ли вы исполнить приказ царя, который нарушает ваши религиозные принципы? Ответ евреев был таков. «Царному ходоносору не стоит нам говорить себе что-либо в свою защиту. Если нашему богу, которому мы служим, будет угодно спасти нас, испылающий печи, и в их руках царь, он спасет нас. Если же нет, да будет тебе известно, царь, что служит твоим богам, мы не станем, и золотому идолу, которого ты поставил, не поклонимся». То есть вот принцип мученика, он стоит перед богом, все остальное обстоятельства его жизни, значимые, но не решающие. А вот перед богом он стоит, как бог решит, так и будет. Навуходоносор пришел в ярость, лицо его исказилось от гнева на шадрах и мешахе, а, видимо, не случайно здесь и хвавилонские имена, у них есть свои еврейские, но это вот те имена, по которым их знают все там. Он велел растопить печь в семь раз сильнее обычного. Ну, какие там печи? Какие-то металлургические, очевидно, где выплавляют, потому что, чтобы человека туда засунуть, это должна быть не кухонная печка-то. И приказал самым крепким из воинов своего войска связать юноши и бросить в пылающую печь. Тогда стражники связали тех юношей, в чем были, в платье, верхней одежде и всем остальном бросили в пылающую печь. Не случайно подчеркивается, потому что одежда-то легко загорится. По строжайшему требованию царя печи раскалились так сильно, что воины, бросавшие в нее шадрах и мешаха Аведного, погибли, охвачены языками пламени, а трое юношей, шадрах и мешаха Аведного, связанными упали в огонь, бушевавший в печи. Ну, видимо, металлургическая печь, где сверху закидывают руду, там какой-то помост, можно на него подняться и руду кидать. Если очень сильно раскалить, на помосте тебя этим огнем просто вот, то есть сгоришь сам. Потрясенный, случившимся царь Новохадоносор, спешно поднялся, обратившись к своим придворным, спросил, «Разве не троих мы бросили связанными в огонь?» Именно так вот царь отвечали ему советники. «Но я вижу четверых, вот они ходят свободно среди огня, а целы они и невредимы, а четвертый из них выглядит как божество». И вот тоже очень важный принцип про мученичество в этой крайней несвободе, в этой смерти, причем смерти страшной, где человек связан, где он не может пальцем пошевелить. Он оказывается наиболее свободным, он оказывается с Богом. Огонь, в который не могут войти язычники, это место, где сгорают их веревки, но не сгорают они сами. Вот тоже очень важный принцип того, как понимается мученичество во всей дальнейшей традиции. И более того, среди них четвертый, и это видно остальным. Вот еще в чем смысл мученичества, потому что мистическое единение с Богом возможно в уединенной молитве, а мученичество — это акт исповедания веры перед людьми, так, чтобы они это увидели, так, чтобы они это поняли. «Сказав это, на уходоносор приблизился к устьу пылающей печи и стал звать Шадрахмешаха Аведного. Слуги Бога Всевышнего, выходите скорее, идите сюда». И они вышли из огня. Ну, видимо, там через какую-то дверцу, через которую там закидывали уголь, или вытекала расплавленная струя металла. Сразу же собрались вокруг них сатрапы, наместники, городначальники, царские советники увидели, что огонь оказался невластен над этими юношами, волосы на их головах не опылены, одежда целая и даже гарю от них не пахнет. Воскликнул тогда на уходоносор, «Благословен Бог Шадрахмешаха Аведного! Он послал своего ангела и спас рабов своих, которые на него уповая приступили слово царя. Они не пощадили себя, лишь бы не поклоняться идолу и не служить никакому Богу, кроме своего Бога. Вот мой указ всем народам, племенам и языкам. Всякий, кто похулит Бога Шадраха Амешаха Аведного, будет четвертого. На дом его превращен в развалин, ибо нет другого Бога, который мог бы так спасать». Ох, они, эти вавилоняне, вот без кровавых казней они никак не могут поддерживать порядок. Древность, дикость. Хотя и сегодня, пусть четвертование не в моде, но репрессия — это нормальный способ поддержания порядка, к сожалению. Гораздо мягче они стали, но остались. И восстановил царь Шадраха Амешаха Аведного в их высоких должностях в области Вавилонской. Вот, собственно, основной сюжет книги Даниила. Это «Как Бог оказывается сильнее империи». «От царя Навуходоносора, всем народам, племенам и языкам по всей земле, мир вам и благоденствию. Угодно мне возвестить вам о знамениях и чудесах, которые совершил в моей жизни Всевышний Бог, сколь величественны его знамения и сколь могущественны его чудеса. Царство его, царство, вечное владычество из рода в род». Ну, а почему вдруг вавилоняне заговорили на таком языке, и почему царь Навуходоносор лично обращается к своей империи, об этом мы прочитаем в четвертой главе. Субтитры создавал DimaTorzok